Друзья, всем привет! Сегодня 26 сентября и мы решили погулять по набережной в закат. Во время заката. Я говорю, что опять набережная? Он говорит, что теперь будет закат. Теперь будет закат и немножко поговорим о том, как Хабаровск вообще подготовился к наводнению. А еще сегодня мошка. Видимо клубника скоро зазрет. Да, мошка жрет. Поехали! Здесь дорожка. Да, здесь сделали такую дорожку. Ну, кто не знает, наверное, все вы знаете. В принципе, удобно. Можно спокойно себе идти и не бояться машины. Просто изумительные красоты бордюры. Вот. И, кстати, хотел еще сказать, вот рядышком гостиница Интурист. Ее начали реконструировать изнутри и немножечко снаружи. Это хорошая новость, о которой я не рассказал, забыл, а вот сейчас рассказываю. Потому что на самом деле меня немножечко судьба вот этих двух зданий беспокоила. Это Дом Радио и гостиница Интурист. И ощущение было... Теперь беспокоит судьба только Дома Радио? Теперь беспокоит еще судьба, например, гостиница Интурист. Хотя с ней тоже сейчас будут изменения. В общем, внешне они не меняются совершенно. И ощущение такое, что с них только выжимают деньги. Но сейчас начало все меняться и начали их ремонтировать. Еще в прошлом году у них, собственно, поменялся. Да, и также делают фасад, ну, нижнюю часть. Я не знаю, весь фасад, наверное, они не смогут как-то вести в порядок. Я не знаю, имею в виду по деньгам. Вы знаете, самое здоровое, это то, что они не пытаются зашивать какими-то ужасными вещами, панелями и так далее. Ну да, что они просто сохранили. Они просто чистят, да, чистят болгарками или чем-то похожими вот этот сам вот, из чего он, цементом или из чего вот этот вот фасад. И получается очень классно. О, началась веселуха. Как там классно. Вот такая у Артема, правда классно на камере. У Артема вот такая возникла идея. Сказал, надо снять набережную на закате. И такая, о, опять набережная. Опять началось, опять за свое. Смотрите, вода не уходит. Вода вот все время вот такая высокая. Хотя Артем говорит, что она немножко уходит. Вот такая красота у нас закатная. Малыш, надо тебе подарить эту пушистую такую вот сюда, которая не попала. Микрофончик? Да, ты сейчас там будешь... Да, вот примерно какой уровень воды. Вода не ушла вся, еще ее много достаточно, но она сдала позиции достаточно сильно. Ну, знаете, было бы здорово, если бы она так и осталась. Мы любим, когда Амур полноводный. Да? Сейчас нам скажут те, кто попали, у кого затопило, скажут, да идите вы нафиг. Пойдем. Любители высокого Амура. Ну, что хочу сказать по поводу подготовки Хабаровска к наводнению. Все вы знаете, что в 2013 году у нас было наводнение. И была самая-самая высокая вода за время 115 лет наблюдений. Что касается наводнений, я хочу еще рассказать пару моментов о подготовке Хабаровска. Вот у нас построили огромную дамбу, которую мы сейчас, наверное, где-то где-то вдалеке даже увидим. Но, к сожалению, не закончили, не успели закончить работы. Прошло 6 лет. За эти 6 лет они не доделали немножечко. Не доделали этот понтон-ботапорт, так называемый. Понтон называется? Понтон-ботапорт, да. Они его даже заказали только-только вот совсем недавно. В общем, его не успели изготовить. Подписано было по 18-м, в 18-м году вообще. В итоге пришлось вывалить больше 50 миллионов на то, чтобы засыпать все это щебням и сланцем. И, соответственно, этот сланец потом надо будет возвращать назад, выгребать оттуда. Еще потратить определенную сумму денег. А сколько на это потратили? 50? 51 миллион что-то звучало. Но я думаю, что еще будут расходы. А сейчас вот впереди я немножко Артема привожу. Это лучшее, положительное. Сейчас перестал играть. Это музыкант, который играет у нас на Веланчиле, на набережной. Кстати, дядька молодец. Я вот не очень люблю, когда идешь по центру, а к тебе вот с шапочкой пристают ребята и говорят, что там дай денег. И там кто-то в углу играет на гитаре, которого вообще не слышно. Это немножко, мне кажется, неправильно. А вот то, что делает вот этот дядечка, это правильно. Он сделал так, что хочется подойти к нему и положить денежку самому. Дело же неправильно или неправильно. Просто здесь все культурно, все красиво. И музыку такую, как говорят, музыку несет в массы. Редко кого, если это не любители, не почитатели, приходят и слушают классическую музыку. А здесь обработка. Офигенная музыка, да. Он сам обрабатывает ее, сам играет. Более того, у него есть сценический образ. То есть он одевается. Да, он одевается. Вообще. Короче, это один из самых больших молодцов, я считаю. Сейчас это лучшее, что случается с Хабаровском. По вечерам на набережной. Вот. Но, тем не менее, дамба в какой-то степени, наверное, сработала, которую изготовили. Правда, не сработали насосы, которые там установлены, потому что их не доделали. И пришлось покупать где-то или привозить другие насосы, и ими уже качали. Что такое хроничное, я вот не знаю. Потому что как вот, ты говоришь о чем-то хорошем, а потом понимаешь, что как бы и здесь тоже, ну как-то вот, ну не знаю. Знаете, когда читаешь новости в этом плане, все как-то так, ну да, вот так вот случилось, понимаете, вот так вот, вот так вот так. Никто же не мог предположить и предсказать, прогнозировать. Просто невозможно, мне сирония об этом говорить. Еще хочу сказать насчет улицы Флегонтово, которая в 2013 году, скорее даже не от повышения уровня Амура, а от дождей, от ливней, ее всю залило. Вот. И в этом году, в 2019-м, случилось абсолютно то же самое. Я не помню, Ластыневка, да? Да, да. И как, то есть не было сделано никаких выводов, и повторили все то же самое, что и было в 2013 году. Подожди, ну как же, они же запланировали вот это смешное сделать. Как это, что они сделали? Тампонирование, тампонирование люков канализационных. Да, да? Я даже видела. Кто-нибудь видел, да, как это происходит? Как-то неловко даже. Вот, обратите внимание, вода отступила, и появилась полоска берега, чуть-чуть кусочек пляжа. Ребят, какая красота. Вообще, очень амуль такой могучий, красивый, особенно когда закат. Приходите на набережную, гуляйте, наслаждайтесь, как это делаем мы. Он полноводный, просто очень красивый. Он мощный, могучий, красивый. И вот эти сопочки хекцира, они просто... Здесь они кажутся маленькими на камере, а в реальности они такие огромные-огромные. Не, место для выбора города, это вот отлично место, я считаю. Тут такой утес, такая высота, такая красота. Мало где есть в каких городах, объективно говоря. Мы много где побывали. Но только вот в Нижнем Новгороде, где Волга, там красивая стрелочка вот эта, там только такую красоту мы видели. Больше нигде. Теперь, ребят, что касается самой набережной Невельского, которую сделали в прошлом году. К сожалению, она не очень хорошо пережила это наводнение. Да, вот уже, видите, появились первые урны из-под воды. И что я хотел сказать, вот видите, вот это вот были ступеньки, и их всех смыло в воду. Также, я думаю, что смыло всю нижнюю часть, которую стелили вот этим деревопластиком. Совершенно непонятно, зачем это было сделано, я об этом снимал ролик. К сожалению, весь этот деревопластик мы потеряли, и сейчас надо будет все это демонтировать, все эти крепежи. Там валяется внизу. Да, и... Нет, его унесло по большей части. Ну вот видишь, ступеньки же унесло. Получается, что сейчас вот нижний уровень набережной, который не виден, там остались одни крепежи. Их всех открутят, конечно, и уберут, но будет куча просто дырок, отверстий. И все, я не знаю, что дальше будут делать вот с нижней вот этой набережной прогулочной. Да, штукатурка замазит, короче. Ну, конечно. Также в новостях была информация о том, что вот эти вот ротонды, они потрескались местами, и немножечко им плохо тоже, им требуется тоже реконструкция, да. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не, а их несколько таких мест, несколько мест, где провалилась брусчатка. Вот я вам сейчас покажу. Ну, их огородили ленточкой. Да не-не, не поделали. Ее как поделать? Надо тут все снимать и переделывать. И вон, смотрите, впереди там вообще провалился большой кусок. Думаю, что сейчас нужно приличную сумму выделить из бюджета, чтобы восстановить набережную. Надеюсь, что все это будет сделано. Вот, обратите внимание. Сейчас. Таких участков штук пять я встретил, пока шел. То есть полностью проваленные места. Что касается самих ротонд... Покажи. Ой, елки-палки. А ротонды вот так вот все треснули. Не знаю, как их будут восстанавливать сейчас. Грустно и печально, конечно, все это. А чуть-чуть остается четыре. Просто одну убрать дальше. Мне кажется, можно штуки три убрать. И вот чисто эстетически, мне кажется, набережная не потеряет. Вот, где-то они остались в родинках были. Да, это как бы изначально была такая конструкция, которая... Ну как, это... Это просто куски резина-пластика такого. Да? Да, и там внутри, когда их вытаскивали, было видно, что это просто брали два, зачем-то два этих стаканчика пластиковых из-под кофе и заливали все это резиной. И вот как бы они там и остались, эти пластиковые стаканчики. В общем, такая конструкция явно инноваторская. Это вот типа Сколково, может быть, или около того там разрабатывалось все. Нет, это Хабарского. Хабарского. Я не знаю даже, на что надеяться, что вот эта вот дамба от волны, от цунами, она пригодится или нет. Если не пригодится, то жалко денег потраченных. И вот эстетике жалко. Если пригодится, то тоже не хотелось бы этого желать. Я слышала слово «если». Мы так прикинули, что если здесь пойдет вода и эта дамба действительно понадобится, то это, наверное, будет что-то близкое к катастрофе для Хабаровска. Вот так видны провалы в некоторых местах. Уж не знаю, как все это будет ремонтировать. Вот дальше впереди еще. Красивенько, когда закат, жена идет посередине и теплоход еще плывет. А я, знаешь, хотела сказать... Все это в динамике, в 3D. Хотела сказать, и этот человек сказал, пойдем погуляем, поснимаем, посмотрим. Порадуйся жизни. Вот так вот. Не, на самом деле, мне кажется, что тут вот эти вот штуки поправить несложно. Не знаю, почему еще не приступили к этому, но не так уж и трудно здесь все перестелить и новую брусчаточку положить. Ну а сейчас будет делать? Наверное, не знаю. А сейчас уже все уехали, рабочие, которые это делают. Куда уехали? Домой зарплату повезли. Очень грустно, что не удалось третью часть набережной реконструировать в этом году, потому что началось наводнение. Не удалось. И там насыпали новую дамбу еще пока временную. Ее потом, я думаю, что все разберут, но тем не менее. Два таких сильных наводнения, которых не было еще 100 лет назад, в течение 100 лет точно. Это настораживает. Хочу резюмировать теперь, да, то есть подвести итог подготовки Хабаровска к наводнению. Подготовка, она была, и она велась, но такое ощущение, что в каждом моменте она была немножко недоделана. Может, не ждали следующее наводнение так скоро, может, еще какие-то причины. Ну, что остается надеяться? Надеюсь, что к следующему наводнению они подготовятся уже окончательно. Все-таки привезут из Некрасовки. Этот забор угрожающий. Нет, слушай, не надо. Это была шутка, потому что, если его действительно придется привозить. Если его привезут, это просто будет. Какая же будет, да, это беда будет просто. Это будет новый Олеан уже здесь. Пейзаж такой технопроизводственный. Очень даже симпатичный. И вот закат. Где солнце? А, нету солнца. Ну что, ребят? Давай, скажи, что порт красивый. На этой позитивной ноте. Да. На этом фоне красивого порта. И я хочу сказать, осенний Хабаровск все так же прекрасен. Осенний Хабаровск прекрасен и великолепен. Вот. И на самом деле хорошая погода стоит. И несмотря на все... И открытый пассейн. То, что мы подмечаем и ходим и смотрим, как там чего не сделали, как опять разрушилась набережная. У нас просто прекрасные здесь закаты. Да. И у нас большая красота. У нас есть Амур. У нас есть Хекцет. И я предлагаю, несмотря ни на что, радоваться этому. Да мы и радуемся. Чего нам унывать? Ну что, всем пока. Всем хорошего настроения. Я услышала такую хорошую штуку. Колокольчик. Красная кнопочка. Просто посмотрите, чтобы она у вас была серая, а не красная. Вот такая новая Амурка. Ух ты, гениально. Оригинально самое главное. Посмотрите, чтобы у вас обязательно было. У всех колокольчик был красный. Нет? Нет, нет. Ты докажешься. Колокольчик. Проверьте обязательно, чтобы кнопка была у вас серая, а не красная. Не знаю, что точно говорю. А, наоборот, серая должна быть, да? Да. Хорошо. И вы тогда будете знать, когда Артем все-таки выставит очередной ролик. Потому что он сейчас ленится. Всем пока.